МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 тысяч 662 года назад Земля была иной. Планета находилась на другой орбите. Год составлял 360 дней. Климат был теплее. Прямо на северном полюсе располагался огромный материк Гиперборея. Там обитала высокоразвитая цивилизация. Еще одна забытая ныне Земля находилась в Атлантическом океане. В том месте жил великий народ. И называлось оно Атлантидой. Все изменилось в одну ночь. Гигантский астероид с немыслимой скоростью врезался в литосферный разлом вблизи Азорских островов. Планета извергла миллионы тонн раскаленной лавы и пепла. Огромное цунами дважды обогнуло земной шар. Ушли под воду целые материки. Земля начала хаотически вращаться и падать со своей орбиты. Немногие смогли это пережить и донести свои знания потомкам. Мир погрузился в забвение и невежество. Во всех религиях мира есть описание прошлых катаклизмов и предупреждение о грядущих. Мы верим в апокалипсис, потому что помним, как это было. И знаем, что будущей катастрофы не избежать. Ядерным арсеналом сегодня обладают 8 мировых держав. Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль. Официально общее количество боеголовок около 20 тысяч. Чтобы погубить планету, достаточно взорвать 50. Наиболее опасно ближневосточное противостояние. Оно выльется в широковасштабную ядерную войну, в результате которой не будет победителей и побежденных. Будет разрушен весь мир, сохранятся, может быть, отдельные какие-то люди под землей, те, кто сумеют улететь в космос, которые вернутся на Землю через несколько сотен или тысяч лет. Ядерная зима – это глобальные изменения климата после взрыва атомных бомб. Тьма и холод окутают Землю. Землетрясения разрушат все постройки. Воздух превратится в ядовитую черную пелену. Солнечные лучи не смогут проникнуть сквозь нее, и температура упадет до минус 25 градусов Цельсия. Все живое погибнет от лучевой болезни, переохлаждения, голода и эпидемий. Уцелевшие люди спрячутся в метро и бункеры. Этот сценарий уже полвека грозит сбыться в любую минуту. К Третьей мировой войне в Советском Союзе готовились серьезно. Внимание! Внимание! По территории нашего государства противник нанес ядерный удар мощностью 10 мегатометров. Территория города Москвы и Московской области уничтожены в радиусе 300 километров от эпицентра. Мы сейчас с вами находимся на глубине почти 60 метров. Здесь располагался запасной командный пункт штаба дальней авиации и мощный узел связи. Музей холодной войны – единственный противоядерный бункер в Москве, открытый для посетителей. Остальные засекречены. Но все они уже малоэффективны. Мощность современных зарядов пробьет их глубину. Четыре тоннеля подстанции метро Таганское предназначались для 600 связистов и членов правительства. Запасы энергии были рассчитаны всего на 16 суток. За это время требовалось успеть направить самолеты с атомными боезарядами в сторону противника. Бункер предназначался не для сохранения жизни или эвакуации больших чиновников или командующих, а для того, чтобы они здесь, находясь снизу, ответили империализм. Ядерную войну предполагали достаточно короткой. Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей техногенной катастрофой и репетицией ядерной зимы. Природа оказалась заражена радиоактивными частицами. Период распада некоторых – сотни тысяч лет. Территория в радиусе 30 километров – зона отчуждения. Всех жителей вывезли. Чернобыль и Припять превратились в мертвые города. Вход в зону запрещен, там работают только ученые. Но есть люди, которые возвращаются в родные места и вновь селятся в полеси. Таких называют самоселами. Радиация им не страшна. Мне здесь ближе, мне здесь роднее. Он был в Чернобыле первые дни после аварии. Работал дозиметристом и по две недели в месяц проводил в зоне отчуждения. Вернуться насовсем Евгений Маркович решил в 95-м. Как только вышел на пенсию. Самосел уверяет, на своем подворье ему намного лучше, чем в киевской квартире, которую давали взамен. А чего же здесь спрашиваются? Возьмите вы результаты, ну, анализ воздуха. Чем он плох? Он в десятки раз лучше любого городского, тем более киевского. Теперь сюда, к нему и бабушке Наде приезжают внуки. Тишина, рыбалка и охота. Что еще нужно для отдыха? Таких, как Марковичи, в зоне около 300 человек. В основном старики. Живут натуральным хозяйством. В Чернобыле можно найти чистые места и там жить. Но что касается выращивания агрокультур, то потребуется еще очень длительное время, чтобы почва очистилась. МЧС Украины уверяет, природа освобождается от радиации. Но это касается третьей и четвертой зон, откуда не отселяли людей. Возможно, внешних признаков заражения нет. Но уродов и животных-мутантов в Чернобыле меньше не стало. На Чернобыльской АЭС может произойти новый, еще более мощный взрыв. Объект укрытия, так называют саркофаг, над четвертым энергоблоком в критическом состоянии. Бетонную крышу над взорвавшимся реактором делали срочно. Успели за 6 месяцев. Сегодня любое землетрясение силой 5-6 баллов разрушит защиту. А сейсмологи вскоре предрекают Украине такие подземные толчки. Точно предсказать катастрофы не берутся даже целые институты. Но, похоже, это удалось инженеру Александру Захарову. Долгое время он отвечал за технику безопасности на крупных предприятиях. Заметил, все стихийные бедствия и даже теракты укладываются в строгую схему. Ее можно заранее просчитать. У природы есть определенные периоды. Есть дни, есть периоды, есть сезоны по 2-3 месяца. Когда природа позволяет проявляться в реальности каким-то авариям и катастрофам. Неблагоприятные сезоны длятся до 5 месяцев. Внутри них особо опасные периоды, которые Александр Захаров назвал черными тучами. И пики, единичные дни Че. 15 лет инженер шлифовал этот метод. Когда понял, что все сбывается, взял свои прогнозы и пришел в МЧС. Там его слушать не захотели. Но когда это все сошлось практически один в один, то некоторые чиновники, так скажем, от МЧС очень сильно испугались. И эти документы не отдают мне до сих пор. Но некоторые все же использовали информацию Захарова. Так на телеканале Санкт-Петербурга была передача, где Александр Маратович давал прогноз ДТП на неделю по районам города. Автовладельцы избегали этого времени и места. И общая аварийность снизилась. Техногенные катастрофы и крупные аварии связаны с поведением человека. Там, где ведутся войны или происходят революции, природа ответит землетрясением и потопом. Чернобыль не произошел просто так. Это все произошло в тот момент, когда в Советском Союзе начались гигантские масштабные социальные преобразования, перестройка и так далее, и так далее. На графиках прогнозиста видно, что все беды точно укладываются в черные тучи. Вот, например, январь 2010-го. Есть большая туча. С 6 по 14 число. Именно в эту тучу произошло землетрясение на Гаити. О чем я говорил за месяц до этого в прямом эфире одного из телеканалов. С 24 марта по 4 апреля 2010-го над Россией висело скопление негативной энергии. 29 марта произошли теракты в московском метро. И будущее не легче. Россию в 2010-м году с 15 апреля до начала июля, это больше, чем 2,5 месяца, ждут очень грустные массовые события по техногену. То есть это опять начнутся взрывы на складах, это там массовое отключение электроэнергии. По авиации будет очень неприятная ситуация, когда аварийных посадок будет запредельно много. В мае месяце у меня попадает на железной дороге, что-то будет очень серьезное, да. С июля по ноябрь 2010-го будет спокойно. А ближе к 2012 году мир потрясут глобальные катаклизмы, войны и революции. На долю России выпадут тяжелые испытания. Страна оправится от них лишь через 10 лет. Рецепт выживания Александр Захаров дает на первый взгляд неожиданность. Тянитесь к тому, что вам предоставлено прошлыми цивилизациями. Вот и все. Это выход на совершенно новый уровень знаний. К 1985 году ядерный потенциал по обе стороны океана достиг критической массы. Гонка вооружений подорвала экономику обеих стран. Президент США Рональд Рейган и генсек Михаил Горбачев признали необходимость ядерного разоружения. Начались переговоры. Первая же встреча в Женеве была знаменована тем, что Рейган спросил Горбачева, ну вот если, значит, нам будут угрожать инопланетяне, как мы сами объединим наши ядерные потенциалы? Но это все было обращено в шутку. А Рейган не шутил. Ему было известно об угрозе, ради которой США развивает новые виды вооружений. В начале 20 века писателей-фантастов, а за ними и режиссеров Голливуда, увлекла тема инопланетного вторжения на Землю. Спустя сто лет в массовое сознание внедряется идея, что пришельцы давно среди нас. Что это? Отчаяние от бесплодного ожидания внеземного контакта или реальность, замаскированная подсказку? Если бы какая-то высшая или там внешняя разумная сила, преодолевшая просторы Вселенной, захотела бы с нами, ну, условно разделаться, это было бы сделано мгновенно и давно. Такое впечатление, что если наблюдают за нами, то как за даже не малыми детьми, а так, ну, за муравьями в каком-нибудь заповеднике. Летающие тарелки люди видели всегда, но изучать начали после Второй мировой. Совпали три условия. НЛО стали чаще появляться, особенно вблизи военных баз. Улучшилась техника и связь, и началась холодная война. Сталин приказал разобраться в происхождении неопознанных объектов. Задача, которую он поставил перед многими учеными, ответить на вопрос, в том числе и перед Королевым, ответить на вопрос, являются ли эти фотографии и описание неких аппаратов, летающих в небе, вымыслом, подделкой, или это реальные какие-то явления. Если да, то не являются ли они оружием потенциального противника. Военных интересовало, какую угрозу несут летающие тарелки. НЛО часто выводили из строя аппаратуру, наводили панику на личный состав. Но это было похоже не на нападение, а на побочный эффект. И нашим офицерам было запрещено стрелять. Не пытаться ни в коем случае спровоцировать какие-то вот или аномальные объекты, или явления на какие-то непредсказуемые, непрогнозируемые действия. Особый интерес НЛО проявляли к испытаниям космической техники. Их появление всегда предвещало катастрофу. Есть ощущение, что людей не отпускали с Земли. Например, в октябре 1984 года на космодроме Плесецк. Во время испытательного запуска одной из ракет буквально через несколько минут у нее отказал основной блок, один из основных блоков, она была подорвана. И, как говорится, фактически произошла авария ракеты. Не при старте, а на первых минутах полета. При дешифровке регистрации фоторегистрировщих станций был замечен, кроме самой ракеты, какой-то неизвестный объект в виде штришка засветки. В космосе НЛО весьма агрессивный. Рассекреченные материалы программы «Аполлон» свидетельствуют. Астронавтам пытались помешать высадиться на Луне. Когда это все-таки произошло, оказалось, спутник Земли оккупирован внеземными цивилизациями. Американцам пришлось уйти. Гордон Купер – астронавт из первого отряда так называемой «Великолепной семерки». Он видел, как летающая тарелка садилась на запасной космодром авиабазы «Эдвардс» в штате Калифорния и приказал снять это на пленку. Рассекретить видеозапись ему не удалось. Гордон Купер знал – правительство США скрывает правду о летающих тарелках. «Мой коллега находился в физическом контакте с инопланетянами. По чертежам, которые они ему передали, он построил несколько устройств в форме двойного блюдца, каждая из половин которого как бы вращалась в разные стороны. Устройства взлетали с Земли с помощью дистанционного управления. Я лично видел эти полеты. Аппараты показывали великолепные летные характеристики. Но, естественно, они не имели того двигателя и источника энергии, которыми оснащены настоящие аналоги. Рассматриваются три вероятных сценария инопланетного вторжения. Один – прилет монстров, уничтожение всех людей неведомым сверхмощным оружием и переоборудование планеты под иную форму жизни. Второй – вселение в человеческое тело чужого сознания с помощью компьютерного чипа или психотехнологий. Третий – незаметное проживание среди людей и пропаганда идеи, что человек одинок во Вселенной. Алексей Харламов, бывший военный, сегодня работает в банке. Он даже семье не рассказывал, что повстречался с инопланетянами. Тогда Алексей служил в секретной военной части, спрятанной в Таиге. В тот вечер возвращался из райцентра. Майора Харламова ждали в штабе, и он гнал автомобиль по бетонке, петляющей среди леса. Нестерпимый ярко-белый свет ударил ему в глаза. Вдруг как будто прожектор включили. Яркий-яркий. Я даже зажмурился. Ну, сразу по тормозам. А там впереди поворот был такой крутой. Я в елку вписался. Алексей решил сдать назад, чтобы выехать из Кювета. Мотор не заводился. Чертыхаясь, он вылез из машины и вышел на дорогу. Лес вокруг него светился мертвенным серебристым сиянием. Думаю, что за черт наши испытывают? Эффекта такого быть не должно. Вдруг чувствую, поднимает меня вверх. Поднимаюсь. И тишина полная. А сверху треугольник в сторону метров по 20. Из них как прожектора все равно светят. У меня в него вот как-то попало. Майор Харламов оказался внутри белого помещения. Одна стена была похожа на пульт управления с полупрозрачными экранами. Пилоты НЛО были примерно двухметрового роста, с зеленоватой кожей и огромными глазами, без зрачков. Я говорю, меня в штабе ждут. А сам думал, по-русски они понимают или нет. А в голове голос. Успеешь. Военного отвели в маленький отсек и положили в белую капсулу с датчиками. Алексей Харламов почему-то не мог сопротивляться. На лицо надвинули хрустальную маску. Она заискрилась, и мужчина почувствовал, как из него уходят все силы. Голос в голове сообщил, что тесты закончены. Затем предложил побывать на их ближайшей в солнечной системе базе. Она запомнилась Алексею рядом прозрачных пробирок, в которых были человеческие зародыши. Я спрашиваю, это ваши дети? А мне говорят, нет, это ваши дети. Говорю, гибридные что ли? А мне говорят, не гибридных вы сами можете в себе вынашивать. А это биороботы. Я говорю, а как их отличить от нас? Он мне говорит, вы их никак не отличите. Я говорю, а много их на земле? А мне говорят, много. Я так испугался тогда. Шокированного и обессиленного Алексея Харламова вернули на дорогу. Ослепительный свет погас, НЛО взмыл в небо. Майор схватился за ключи. Машина завелась. Он оказался в штабе даже раньше, чем рассчитывал. Есть версия, что разумную жизнь на земле посеяли боги, пришельцы с других планет. Они передавали людям знания, чтобы те обслуживали их базы по добыче полезных ископаемых. После великой катастрофы прервалась связь с родной планетой богов. Они остались на земле и смешались с людьми. Эта теория основана на анализе древних летописей, археологических артефактов и геологических пластов. Когда я смотрел текст Николая Рериха Лемурия, он их называет «Сынами мудрости». По ему данным, они высадились на землю в конце Мезозойского периода. Индийские тексты, когда я их проводил анализ, получается, что тоже были космические захватчики, космические пришельцы. Когда они высадились на землю, они вели кровопролитные бои с демонами-змеями. Часть ученых уверена, в Солнечной системе есть десятая планета. Она находится на орбите Земли прямо за Солнцем и поэтому постоянно скрыта от земных телескопов. Но по косвенным признакам ее недавно вычислили российские астрономы. Эта планета – двойник Земли. Называется Нибиру, и она населена. Мы узнаем также и о существовании планеты за Солнцем, которая, оказывается, заселена нашими предками. Длительное время эта информация была табу. Она была закрыта, хотя древние тексты во многом о том рассказывали. Агентство НАСА и Академия наук США опубликовали прогноз космической погоды. 22 сентября 2012 года начнется солнечный шторм. На Солнце ожидаются вспышки небывалой мощности. Это может привести к нестабильности орбит всех планет Солнечной системы. Солнце будет влиять на все, что нас окружает. Соответственно, мы увидим то, как некие внешние силы будут участвовать в коррекции орбит планет, которые будут терять устойчивость. Если Нибиру станет непригодна для жизни, в системе останется одна живая планета — Земля. Вряд ли обитатели планеты за Солнцем отправятся искать что-то другое. Насколько верна эта теория, мы узнаем очень скоро. По наблюдениям ученых, аномальные явления на Солнце уже начались. Усиливается солнечный ветер. Жесткие частицы плазмы способны уничтожить все живое на Земле. Сейчас наша планета окружена магнитосферой, которая защищает от любых космических излучений. Значит, Земля опутана защитным каркасом, магнитосферой. Если бы этого не существовало, то вот эти губительные солнечные космические лучи или солнечный ветер достигали бы Земли и прожигали. И фактически ничего бы живого на Земле не было. Но вот, так сказать, природа придумана магнитосферой, которая улавливает погубные воздействия Солнца. Но сегодня геофизик Александр Городницкий зафиксировал уменьшение магнитосферы Земли. По его теории, это всегда происходит перед сменой полярности магнитного поля. На севере земного шара магнитное поле заряжено со знаком минус. На юге плюс. Сейчас знаки меняются. Планета останется без защитной магнитной оболочки. И такое в истории Земли случалось уже не раз. В результате чего Земля становилась беззащитной. Она лишалась магнитного щита и фактически атмосферы. И на ее поверхность попадали смертоносные корпускулярные заряженные частицы, называемые очень красиво солнечный ветер, и жесткое гамма-излучение, которое убивало все живое на поверхность Земли. Ученые не могут сказать, какая необходимость в смене знака магнитного поля. Доподлинно известно, что процесс занимает от 10 до 30 тысяч лет. Все это время планета непригодна для обитания. Потому что если на 10 тысяч лет выключить магнитный щит, и начнутся зияния типа зоны воды в атмосфере, и жесткая космос будет убивать, и там в тунжний ветер все живое на поверхности, то останутся в живых только бактерии в почве, какие-то живые существа в глубоких пещерах. И, по идее, останется в живых океанах, потому что 10 метров океанской воды полностью гасит жесткое гамма-излучение и вообще всякую чистую, убивающую энергию. Самое страшное, что ученые не могут точно предсказать, когда планета лишится защитной магнитной оболочки. Возможно, через тысячу лет, а может, завтра. И повлиять на этот процесс нельзя. Остается только наблюдать. И это не единственная угроза. К Земле несется гигантский астероид Апофис. Его диаметр составляет 320 метров, а масса 50 миллионов тонн. Названный в честь египетского бога мрака и ужаса, этот камень может врезаться в Землю со скоростью 45 тысяч километров в час. Если астероид не изменит орбиту, 13 апреля 2029 года он попадет в гравитационную ловушку Земли и ровно через 7 лет, в 2036 году, встретится с нашей планетой. Последствия будут ужасны. Если бы такое тело, как Тумбусский метеорит, упал на Москву, то Москвы не стало бы. Но это 50 метров. Соответственно, больше уже начинаются страны, а не города. Место падения Апофиса – полоса в 50 километров шириной. Она коснется края России, пройдет через Тихий океан, Центральную Америку и закончится в Атлантике. 50 городов будут разрушены. Если Апофис упадет в океан, то образует воронку примерно 8 километров в диаметре. В итоге на побережье Флориды и Калифорнии обрушатся 20-ти метровые волны цунами. Но астероид может попасть в вулкан или литосферный разлом. Земля уже оказывалась под ударами крупных космических тел. Более того, уже не раз на Земле удары астероидов уничтожали все те формы жизни, которые могли быть зачатками носителей разума. Вся поверхность Земли испещрена шрамами от таких столкновений. Известно около 160 кратеров от падения небесных тел. И астрономы даже не берутся предсказать, сколько крупных астероидов могут изменить траекторию и направиться в нашу сторону. Ну вот они называются потенциально опасными для Земли. А их сейчас открыто около 7 тысяч. Потенциально опасно для Земли. И продолжают открывать. Астероиды и кометы серьезная проблема. По заказу МЧС ученые разрабатывают несколько способов, как не допустить столкновения космических камней с Землей. Это космические факторы. Опять Солнечная система войдет в метеоритный поток, и мы не сможем защититься. Я хочу повторить. Эти события происходят с ужасной периодичностью. Неизбежно. К опасному астероиду предлагается, например, послать ракету с ядерным зарядом. Взрыв может уничтожить само тело или отклонить его орбиту. Отправить корабль, который выйдет на орбиту астероида, будет вечно на ней вращаться, и траектория полета таким образом изменится. Можно установить на астероиде солнечный парус. Покрасить краской с одной стороны. Миллиметр вещества в масштабах космоса уведет орбиту пришельца на миллионы километров. Проблема в том, что никто не знает, как прицелиться в летящий астероид, а тем более высадиться на нем. Мы знаем о том, что все-таки опасность для Земли существует, она есть, она будет всегда. Если завтра что-то будет, то фактически пока мы безсосчетны. Но, слава богу, кроме одного астероида, а именно Апофиса, мы не знаем других опасных для Земли на ближайшие, там, несколько десятков лет. Они могут появиться, это уж точно, они могут появиться. Пока мы их не видим, не знаем, не вычислили. А что касается Апофиса, то это отдельная задача. Инженер Евгений Убийко сторонник теории литосферной катастрофы. Литосфера – твердая верхняя оболочка Земли. Часть ее подвижна. Это складчатые пояса, где горы. Также есть стабильные платформы. Это равнины. Евгений Убийко полагает, что скоро Земля разверзнется. Литосферные плиты придут в движение. Планета расширится и станет больше. Уже сейчас есть тому предпосылки. Мы чувствуем получение землетрясений, которые происходят ежедневно с очень высокими, скажем, амплитудами. Если посмотреть на карту сейсмоактивности, то активизация в разы превышает все предыдущие годы. Причиной тому Евгений считает циклические процессы внутри планеты. Якобы раз в пять тысяч лет земная кора трескается. Планета растет. Для космического тела это естественный процесс. А вот люди выживут не все. Столк воды пять километров, скорость тысячи километров. То есть обе Америки, Китай, континентальный, практически обречены. Материки будут расколоты. Начнутся извержения вулканов. Сдвиги плит породят чудовищные по высоте волны цунами. Известна дата грядущей катастрофы. Ее, как считает Убейко, предсказывает календарь майя, который закончится в этот день. 21 декабря 2012. Проблема 2012 года настолько захватила Евгения, что он сконструировал мобильный бункер. Он призван спасти экипаж в условиях катастрофы. И продуман до мелочей. Модель спасательного модуля выполнена в масштабе 1 к 10. То есть в реальной жизни этот модуль имеет размеры 8 метров на 8 метров, высоту 4 метра. Укрытый в модуле человек может пережить дрейф по горячей лаве, падение с высоты 200 метров, радиацию и потом. Непроницаемая броня, арматура из сверхпрочной стали, слой наносеребра от излучения. Это пенобазальтовая изоляция, которая имеет толщину до полутора метров. То есть, чтобы ее проплавить или прогреть, это практически невозможно. Модуль будет оборудован двигателем и базальтовыми понтонами, которые помогут всплыть. Внутрь экипаж попадет через шлюзовой отсек. Также есть аварийный выход. Сверху прикреплена спасательная капсула на самый крайний случай. Здесь у нас есть кресло командира корабля. У него контрольные приборы. То есть, как бы, навигация, система модуля, аккумуляторы, управление, связь. Четыре человека могут прожить внутри 40 суток. Модули можно стыковать друг с другом. Управлять без тренировки не получится. Но по изрезанной рельеф изобретатель «Убийка» считает доказательством прежней литосферной катастрофы. Вы видите, какой крутой рельеф. Вот. И абсолютно понятно, что это произошло внезапно. Однако официальная наука считает такие холмы свидетельством сходившего ледника, который тоже наступил неожиданно. Новый ледниковый период значительно ближе, чем обычно предполагают люди. Географ Николай Жарвин автор идеи ледникового апокалипсиса. Профессор вычислил, ледник в Гренландии тает чересчур активно. Слишком странно ведут себя теплые течения, омывающие Исландию и Гренландию. Южнее Исландии находятся две аномалии. Уровень океана потник как бы выше среднего уровня. Получается, два таких как бы надутых полушария, что ли. Примерно на высоту 20-этажного дома в этих местах океан выше средней такой океанической высоты. Это уже начало глобальной природной катастрофы. Там расположен литосферный разлом. И когда уровень таяния льдов в Гренландии превысит критическую отметку, вода хлынет внутрь планеты. Водная масса достигнет глубин астеносферы, произойдет паровой или гидротермальный взрыв. Вулканы всей планеты начнут извергаться. Поднявшись до стратосферы океан, потом опускается вниз и возникает чудовищный цунами. Сначала потом будет в виде дождя. И так как базальтовой пыли будет, это много среди воды, то небо закроется совершенно черными тучами. Наступит полная темнота, которая будет только молниями освещаться и взрывами оживших вулканов. Мир после катастрофы сильно изменится. Это будет новый глобальный потоп. Тучи вулканического пепла закроют Солнце. Наступит ядерная зима и очередной ледниковый период. Удар пройдется по Франции, и Франция вся окажется так же, как и Германия, ну, может, за исключением самых горных районов. Польша, Белоруссия и дальше на Россию. Пойдет и в России тоже будут колоссальные разрушения. особенно неприятность, я говорю, грозит Санкт-Петербургу, Архангельску, Мурманску, Новгороду Великому, Калининграду. Разбег, да, я даю, от 2030 до 2070 годы. Этот человек, похоже, выживет при любом сценарии конца света. Электрика Андрея Кузнецова судьба постоянно испытывает на прочность. У меня столько нечастных случаев было. Всегда оставался, слава Богу, живой. Фатальные неприятности начали преследовать Андрея, когда он был еще в утробе матери. Беременная женщина оступилась на платформе и упала на рельсы прямо под электричку. Она успела прижаться к стене перрона и невероятным образом осталась жива. Сын ее продолжил собирать коллекцию катастроф. Я и горел, и тонул, и что-то принял. В армии Андрей Кузнецов оказался в погранвойсках на Дальнем Востоке. Город Находку часто сотрясали отголоски землетрясений в Японии. Одно из них принесло с собой цунами. Рядовой Кузнецов увидел, как огромные волны обрушиваются на берег. Он побежал спасать казенную лодку, на которой пограничники выходили в море. Я лодку держу. Гляжу, волна идет на меня. Она не гребень, а такая нежная волна. Ну, приличная. Ну, метра три-четыре, наверное. Андрей понял, что от волны ему не уйти. А за ней шла вторая, уже десяти метров высотой. Чтобы спастись, солдат прыгнул в лодку. Оказалось, это был единственный способ остаться в живых. Если я в лодку не сел, потом я бы разохлестнул. Лодку унесло в открытое море. Управлять ею было невозможно. Почти сутки солдата носила по волнам, пока его не подобрал патрульный катер. Но больше всего коллеги недоумевают, как ему удалось упасть с 13-го этажа и через месяц выйти на работу. Тогда бригада трудилась на строительстве вот этой многоэтажки. Электрик Кузнецов прокладывал кабели для прогрева бетона. Он стоял на самой верхней площадке. Я тянул кабель. Кабель зацепился. Я его дёрнул и прямо с крыши с реаниментации в этаже упал вниз под ограждение. Упал на арматуру. Ну, остался жив. Он летел вниз головой 40 метров. Потом уже в больнице, прокручивая события в памяти, понял, кто-то невидимый поймал его на уровне второго этажа. Я почувствовал, что меня как будто со второго этажа кто-то придерживал. А потом, не стрелять с утража, а я упал, а со второго. Вот такие переролы оказались. Андрей Кузнецов рухнул на острые прутья арматуры. Врачи откровенно думали, не жилец, а травма, казалось, сломанная рука, нога и лёгкое сотрясение мозга. Я считаю, что это всё-таки ангитаронидель меня спас. Без мистики не обошлось. Электрик упал с крыши 13-го числа. Строители не удивились, ведь сам Андрей Кузнецов живёт в квартире номер 13. Он не считает это дурной приметой и искренне верит, высшие силы уберегут от любой беды. Великий потоп описан во всех священных книгах человечества. Есть версия, что он случился в результате падения гигантского астероида 13662 года назад. В итоге ушли под воду два материка Гиперборея и Атлантида. И если опять-таки посмотреть на то, что говорят данные геологии, морской геологии, они тоже говорят, что примерно в это время как раз поднялся уровень океана где-то метров на 200. То есть случился такой всемирный потоп. Долгое время рассказы об этих цивилизациях считались легендой. Но современная наука подтвердила их существование. Есть факты из геологии, океанологии, археологии. Сохранились сооружения этих цивилизаций. Мы видим архитектурные сооружения, прежде всего пирамиды. Действительно пирамиды задают загадки не только в Египте, но и в Мексике, и в Южной Америке. Они в принципе присутствуют повсюду. Пирамиды находились и в центре погибших материков. Пирамида Кипербореи называлась Меру. Ее называли осью мира и священным центром Земли, потому что она стояла ровно на Северном полюсе. Исследователь Валерий Уваров знает, все пирамиды сориентированы друг на друга и на Северный полюс. Значит, если провести одних вектора на Север, они должны указать Гиперборею. Мы получаем четкую геометрическую структуру, показывающую на место пересечения. И вот эти места пересечения, они, как правило, связаны с этими крупными культурными центрами и периминальными комплексами. Первую линию мы проведем с востока. От северной грани горы Кайлас гигантской пирамиды на Тибете. Но вектор показывает не на нынешний Северный полюс, а на 15 градусов западнее. Это остров Гренландия. Теперь нам нужна еще одна направляющая западного полушария. Сохранившиеся здесь пирамиды комплекс Теотиоакан в Мексике. Центральная дорога от пирамиды Луны называется Туземцами дорогой Мертвых. Показывает почти на север, 15 градусов восточнее полюса. И оба наших вектора сходятся на острове Гренландия. Это подтверждает карта 1595 года, скопированная Герхардом Меркатором с древних источников. Так выглядела Гиперборея целиком. Можно видеть, как очертания нынешней Гренландии вписываются в древнюю карту. Таким же образом можно определить местоположение главной пирамиды Атлантиды. Одну линию проведем от Меру на юг под прямым углом к линии Кайлас-Меру. Кстати, эта линия в древности была нулевым меридианом. Другой вектор проведем к ней от западной границы Кайласа. Линии сошлись в месте, которое является центром древних карт. Используя карту Хаджи Ахмеда, где центром карты реперной точкой является крест, указывающий на остров в 600 километрах от Гибраславского пролива, мы сразу поняли, что, судя по всему, эта точка и есть место, где находилась древняя пирамида Атлантов. Этот остров сейчас находится под водой, не на такой уж большой глубине, для того, чтобы не провести соответствующие исследования с помощью глубоководных аппаратов. Именно там Александр Городницкий нашел странную подводную гору Ампер и руины затонувшего города. Почему мы решили, что могла быть Атлантида в районе горы Ампер? Потому что система подводных гор, до которой мы вышли, изучая их, они Ходши называется по-английски подкова, они расположены в 300 милях Примерно Морисии и Гибралтарского пролива, между Гибралтарским проливом, на карте покажу, и Азорскими островами. У них у всех плоские вершины. Что это значит? Это значит, что они были островами. Экспедиция советских океанологов проходила в 1982-84 годах. Сама гора покоится на глубине 5000 метров. Ее плоская вершина в 100 метрах от поверхности воды. Туда еще проникает солнечный свет. Ученые погружались на батискафе и видели развалины храмов и домов, мощенные дороги и пристани. Мы поэтому предполагаем, что все-таки значительная часть спаслась жителей Атлантиды. И как раз та спасшаяся часть атлантов, скорее всего, естественно, жрецов или таких верховных вождей Атлантиды, колонии Атлантиды, они как раз и дали толчок началом вот этих культур. Культур Египта, Шумера, Индии, Китая и американских цивилизаций. Предполагается, что уцелевшие обитатели Гипербореи после Великого потопа переселились на ближайший материк, Евразию, и основали новые цивилизации. Группа русского географического общества обследовала север нашей страны. Нашли загадочные древние сооружения, пирамиды, лабиринты, мегалитические постройки. Вот за это время нами выявлено порядка около сотни очень интересных мегалитических сооружений, некоторые из которых не имеют аналогов в мире. Больше всего следов обнаружено на островах Соловецкого и Кузовского архипелагов. Например, таинственный каменный трон трех с половиной метров в высоту. Сидящий на троне смотрит на юг. Это соответствует древней традиции. Боги живут на севере, там, где мировая ось, а существо на троне говорит от лица богов. Гиперборея это прародина не только славян. Не только. Это прародина, наверное, как минимум половины вообще всех живущих на земле. И очень многие люди, не подозревая об этом, несут их ген. Ген Хварно. Хварно генсознание код огромной духовной силы заключенной в человеке. Она просыпается в моменты тяжелейших испытаний, наделяет сверхспособностями, объединяет с другими во имя высокой цели. Мы сможем создать условия, при которых вся Земля и вся цивилизация на ней выживет. И это для меня абсолютно очевидно. поэтому я уповаю на сегодня, как уповали древние, которые оставили эти тексты, на этих людей, на то, что сейчас в этот период они очнутся, они как бы увидят то, что они не видели раньше. В них сработает этот ген. Это внутренняя сила. Наша планета может подвергнуться сразу нескольким угрозам. Куда бы ни упал астероид, удар породит волну землетрясений и цунами. Часть территорий уйдет под воду. Солнечный шторм в одночасье выведет из строя всю технику и нам придется заново обустраивать свою цивилизацию. Или всемирный потоп перетасует местами материки. Все это уже случалось в истории Земли и равно возможно снова. И у нас кроме духовной силы нет ничего другого, чтобы выжить. и тюрьм тюрьм